приветствую вас дорогие друзья братья и сестры слава господу за этот святой шаббат который господь подарил нам мы благодарим его что он даровал нам сегодня услышать очень важную слова которые предупреждают нас о продолжении нашего служения каком виде будет продолжаться это служение как мы будем делать то что действительно так важно для славы божией я хочу помолиться перед этой проповедью чтобы господь и да благословил и это слово господи пожалуйста святой праведный бог израиля я прошу тебя чтобы ты благословил сейчас на всей твоей милостью чтобы ты дотронулся до сердца каждого духом твоим святым чтобы это слово о израиль и господь это слово о народах мира которые большей частью не верят тебя не знают тебя чтобы это предупреждение прозвучало господь и звенело в ушах каждого господь то будет услышать это слово слово господне я молю и прошу тебя пожалуйста господь веди нас духом твоим и направляя нас на верное и правильное столкование того что будет сегодня сказано из пророчества книги закииля да будет тебе вечная слава хвала и благодарение богу отцу сыну и святому духу ими нас прощение всех наших грехов во имя и шо ами и так дорогие друзья сегодня прозвучит проповедь на тему рука божия поднята в гневе и ярости чтобы поразить этот строптивый и развращенный рот итак я думаю что мы услышали что тема действительно о том что здесь происходит сегодня в мире мы видим много неустройства суеты вражды обмана лицемерия и этот мир наполнен всеми этими безобразиями уже достаточно много времени но чем ближе надвигается день божий день когда господь будет судить человечество когда рука божия рука самого сына божьего будет поднята и мы видим что она уже поднята потому что мы живем самое последнее время самых последних дней перед вторым пришествием нашего господа друзья поэтому и должны очень серьезно обратить внимание к этой проповеди потому что она обращена сегодня не только верующим но так и так же и к неверующим потому что бог израилев убеди побудил меня сделать это обращение чтобы все мы проснулись от сна суеты и грехов которым которым которыми наполнена вся земля все то что я сейчас буду говорить дальше будет основана слове божием которое обращено на нас всех и конечно это слово живого бога обращает нас пророчеством которые помогут нам увидеть все это во свете божием который который дал нам славные пророчества которые пьетер апостол пьетер говорил нам и сегодня говорит что обрати обращайтесь к светильнику пророчествам которые были даны через пророков израилевых и нам конечно же нужно правильно будет сегодня оценить и проанализировать происходящие события которые мы наблюдаем сегодня в общем на земле и конечно главное внимание будет обращено на современный израиль мы с вами знаем что сегодня время действительно для израиля катастрофическое время когда израиль сегодня находится в тяжелом положении потому что мы с вами помним что произошло полгода назад 7 октября 23 года когда был израиль подвержен нападению из города газа и в результате этого нападения террористы хамаса а их было были тысячи которые прорвали пограничный забор и в это время в это утро трагическое утро для израиля израиль и армия оказались не готовы к отражению этой атаки были были разрушены заборы пограничные и они двинулись на автомобилях на территорию израиля со всех сторон откуда только было возможно это было действительно для израиль оказалось нападение которое они никак не ждали почему будет еще впереди расследование как армия находилась в состоянии сна бездействия беспечности и само правительство в это время не долго времени могло отреагировать и понять оно пришло в шок от того что совершили враги которые часто нападали в разные времена на протяжении последних 20 лет мы знаем что хамас неоднократно атаковал израиль а ракетными атаками но они продолжались иногда неделю две три и на этом как бы заканчивалась и на этом потом какое-то время ждали очередных обстрелов и они происходили происходили теракты и все это было но то что произошло в этот раз 7 октября когда военные базы были не готовы встретить и дать отпор и мы знаем что очень много солдат погибло много солдат было взято в плен и и женщин солдаток тоже было много взято плен поэтому с вами знаем что были захвачены некоторые города много тысяч этих террористов рассыпались по всем местам юга и даже из центра страны и поэтому это действительно было ужасно мы знаем с вами что в это время были было уведено в плен около двухсот сорока человек это страшное событие это страшное нападение унесло жизни тысячу двести человек среди них были женщины мужчины мирные старые молодые дети которым отрезали головы молод дети новорожденные совсем маленькие и все это происходило после того как мы с вами знаем 6 октября вечером был большой концерт на который были приглашены не только израильтяне но и люди которые жили в это время иностранцы их было достаточно много и они также многие из них были взяты плен убиты и все это происходило а очень-очень большой скоростью что а действительно потом уже несколько дней израильским израильской армии приходилось а разыскивать этих террористов которые рассыпались по всей территории израиля вот такое страшное событие произошло и сегодня до сих пор израиль находится в шоке от того что произошло хотя уже полгода прошло и мы видим с вами что идут какие-то торги с тем чтобы обменять заложников оставшиеся а их осталось очень мало как видимо в живых и поэтому они все больше повышают цены террористы на то чтобы выпустить хотя бы тех которые уже мучаются и страдают катакомбах над которыми издеваются над которых а насилуют женщин этих солдаток которые еще если они еще живы многие из них а а действительно уже мертвы потому что мы видим что а время от времени появляется новости что там или здесь уже погибу погиб очередной заложник и они хотят обменять обменять а этих заложниках оставшиеся на на страшных террористов на страшных террористов которые которые являются заключенными сегодня и они имеют пожизненные сроки а некоторые два три или пять сроков пожизненных имеют и хотят обменять одного на одного заложника семь таких террористов представляете себе что это где-то около 700 террористов хотят выпустить они хотят их выпустить и израиль не знает как быть израиль сегодня пытается о чем-то договориться но с кем они могут договариваться с такими страшными бандитами обманщиками коварными сатанистами как можно с ними о чем-то договариваться и вот мы видим с вами что израиль находится в тяжелейшем положении мы видим что много внутри 5 колонны израиля сегодня действует много есть предателей среди а и анархистов и левых и правых каких хотите и религиозных там такое расслоение очень тяжелое в обществе мы видим что единства нет что они просто съедают друг друга и не знают как выйти из-за всего этого тяжелейшего положения который впал сегодня израиль и сегодня мы с вами видим также еще то что на следующий день началась война на севере и эта война сегодня также продолжается со стороны ливана и мы видим там действует террористическая группировка которая намного еще сильнее чем хамас еще опаснее и которая скопила огромное количество ракет около 250 300 тысяч ракет которые направлены на израиль и сегодня мы видим что они во что они превратили север израиля север израиля сегодня горит там буквально и города кири ашмана метула там есть города которые сегодня маленькие поселки там есть все то сегодня превращено почти пустыню многие а многие многие сегодня переживают там если оставшиеся мало людей какие-то фермеры которые пытаются что-то делать для страны они выращивают они они что-то делают чтобы как бы давать что-то для экономики израиля но они эти хизболисты эта страшная организация уничтожает все подряд и сегодня израиль находится в такой осаде двойной осаде а когда действительно они хотят а уничтожить израиль сегодня говорит очень очень глупые вещи и они говорят что надо отодвинуть просто и как каким-то образом отодвинуть там чуть чуть подальше вглубь ливана и проблема будет решена но мы не военачальники мы просто простые люди которые видим сегодня со стороны что если они уничтожат тех и других как хамас так и этого хизболу то ничего не получится ничего следующие поколения будут стража дальше страдать если они еще будут эти следующие поколения потому что мы знаем что они жестокие страшные и они призывают весь мусульманский мир воссоединиться и уничтожить они открыто говорят и всем этим руководит иран поэтому мы с видим что сегодня а а израиль находится тяжелейшем состоянии а безопасности своей и мы с вами видим несмотря на то современное оружие которым обладает израиль он сегодня а переживает тяжелейший период за все свои 76 лет вот вот скоро а исполнится день независимости израиля и поэтому мы с вами видим друзья что это еще не двойна осады с юга и севера сегодня весь мир настраивается на и уже настроился на антисемитский лад сегодня все кто ненавидел раньше евреев их сегодняшний их сегодняшнее желание одолеть убить и уничтожить израиль стоит на первом месте мы видим все мусульманские страны объединяются и даже такие соседи как египет ярдания и сирия они также готовы в любой момент вступить в бой против а израиля поэтому друзья что мы можем сказать сегодня паника и хаос повергли израиль и оказался таком тяжелейшем состоянии и также мы видим сегодня те которые называют себя союзниками израиля это первую очередь америка а и как сегодня ведет себя этот правитель этот президент байден мы видим с вами это он занимает двоедушную позицию он вроде бы как будто бы как друг хочет помочь а с другой стороны он вредитель большой потому что он все-таки несмотря на то что с вот это совершилось страшное преступление он говорит должна быть земля на израильская разделена на два государства и это палестинское государство и государство израиль вот такое такой чушь который несут уже на протяжении десятков лет а европейцы которые поддерживают вот это вот землю для двух народов а на самом деле такого быть не может или действительно израиль победит и сможет а силой отстоять все то что необходимым отстоять на этой земле или эта земля может превратиться во что-то страшно о чем говорит нам писание святое и так мы с вами сейчас обратим обратим обратимся знаете как как какому пророку пророку езекиилю я хочу обратить ваше внимание вы сейчас сами услышите что говорит говорят пророки древний пророк езекиил жил в шестом веке до нашей эры это две тысячи шестьсот лет назад господь дал вот такое важное откровение божие пророческое о том что будет землей израиля мы знаем почему это еще важно потому что сегодня а мы знаем что существует такие вот часы мировые часы это кстати находится в чикагском университете а это символические часы которые показывают что на израиль стрелки это израиль потому что именно с этой маленькой земли может начаться война которая перерастет войну большую мировую страшную и поэтому сегодня мы должны обратить внимание что эти часы уже время остается очень очень мало секунды буквально секунды сегодня а остаются до того чтобы не началась вот эта третья мировая война потому что мы сами сегодня видим что в это все добавляется то что происходит на украине что сегодня а российский страшный антихрист а президент путин а он тот враг который сегодня хочет уничтожить не только украину но и израиль потому что его страшная рука на ходе находилась и находится и на израиле потому что он сегодня настроен на то и он понимает прекрасно что если израиль будет побежден этими врагами а он часто встречается с ними встречался раньше с этими делегациями он их не считает террористами потому что он сам террорист мирового масштаба и поэтому мы с вами понимаем к чему все это ведет дорогие друзья давайте посмотрим что говорит седьмая глава эзекииля откроем вместе прочитаем а первые несколько стихов и было ко мне слово господне и ты сын человеческий скажи так говорит яхве бог земле израилевой конец конец пришел на четыре края земли вот конец тебе и пошлю на тебя гнев мой и буду судить тебя по путям твоим и возложу на тебя все мерзости твои и не пощадит тебя око мое и не помилую и воздам тебе по путям твоим и мерзости твои с тобою будут и узнаете что я яхве там говорит яхве бог беда единственная вот идет беда конец пришел пришел конец стал на тебя вот дошла вот дошла дошла напасть до тебя житель земли приходит время приближается день смятения они веселых восклицаний на горах вот скорой залью на тебя ярость мою и совершу на тобой гнев мой и буду судить тебя по путям твоим и возложу на тебя все мерзости твои и не пощадит тебя око мое и не помилую по путям твоим воздам тебе и мерзости твои с тобою будут и узнаете что я яхве каратель вот день вот пришла нас наступила напасть жезл вырос разрослась восстает сила на жезл нечестья ничего не останется от них и от богатства их и от шума их и от пышности их пришло время наступил день купивший не радуйся и продавший не плачь ибо гнев над всем множеством их ибо продавший не возвратится к проданному хотя бы и остались они в живых ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни итак мы с вами увидели в этих стихах мы увидели что несколько раз повторяет Господь очень страшные слова страшные слова которые касаются конца Израиля конец конец пришел то есть в шестом стихе мы видим что действительно Господь находится в гневе и ярости на свой народ на свой народ который повержен будет и мы видим сегодня как он подвергся этому страшному наказанию и мы видим сегодня в каком тяжелейшем положении находится Израиль и поэтому это место может быть кто-то скажет и истолкует по другому кто-то может подумать что это касается не этого времени а может быть будет еще более худшее время еще более страшное для Израиля но я думаю что сегодняшнее время на самом деле это одно из самых тяжелых времен не считая тех самых древних когда Господь взял на выхода носора царя и сделал его молотом своим молотом в своих руках для того чтобы уничтожить уничтожить даже до той степени чтобы уничтожился храм такой великий храм где было наречено имя Господне но он и это не пожалел потому что грехи дошли до неба как грехи Содома и Гаморы и сегодняшний Израиль сегодняшнее его положение говорит о том же то что сегодня происходит в обществе Израиля и те мерзости которые совершаются на духовном уровне среди религиозного населения Израиля те мерзости которые происходят в отступлении тех кто когда-то были премьер-министрами Израиля как Ольмерт или Барак и они сегодня выступают как ярые враги своей страны они сегодня выступают за то чтобы Израиль пошел на попятную чтобы Израиль остановил эту войну чтобы он не продолжал эту войну в Газе что уже все предрешено что лучше оставить и послушать Америку и сделать вот так как просит вся Европа но сегодня мы видим что премьер-министр Израиля находится в таком тяжелом положении он на самом деле совершил сам много преступлений потому что он последние больше 15 лет находился у власти и он умиротворял эти страшные организации террористические как на юге так и на севере и когда ему говорили некоторые помощники давайте начнем войну давайте уничтожим эти страшные организации то он отмежевался и он говорил что ну давайте проведем еще одно учение и вот он проводил много всяких учений у границ как Газы так и Ливанской и вот это ни к чему не привело мы видим с вами как он кормил топливом газу как он давал электроэнергию как он давал воду как он все он просто умиротворял и думал что через это они как бы успокоятся и все будет хорошо но это был великий самообман который привел сегодня страну в страшное положение и сегодня основная вся ответственность за эти за то что сегодня царит в Израиле и что и то что сегодня совершило 7 октября это действительно страшно и здесь мы с вами то что мы сегодня сейчас уже читаем мы читаем дальше вот такие слова где Господь говорит читал 14 стихи 7 главы затрубят трубу и все готовится но никто не идет на войну ибо гнев мой над всем множеством их вне дома меч а в доме мор и голод кто в поле тот умрет от меча кто в городе того пожрут голод и моровая язва сегодня еще не наступили эти времена это вот эти тяжелые связанные с язвой с моровой хотя сегодня ковид возрастает новая волна идет на Израиль ковида мы знаем сегодня несколько трясений подряд были буквально вот несколько дней назад и продолжается они хотя небольшие но мы знаем что Израиль находится в сейсмическом районе и что действительно угрожает уже об этом давно говорят те кто сейсмологи которые следят за то тем что может случиться и на самом деле опасность большая и не преувеличенная поэтому еще и такая беда ожидает поэтому мы с вами видим что то что Господь здесь говорит а он также говорит вот такие слова о 16 стихе а уцелевшие из них убегут уцелевшие из них убегут и будут и будут на горах как голуби долин все они будут стонать каждый за свое беззаконие у всех руки опустятся и у всех колени заражат как вода тогда они припаяшатся вретищем и обоймет их трепет и у всех на лицах будет стыд и у всех на головах плешь обратите внимание на слова 19 стиха где Господь говорит нам те же самые слова через других пророков как Сфания и других пророков вот послушайте что мы читаем серебро свое они выбросят на улице и золото у них будет пренебрежение серебро их и золото не сильно будут спасать их в день ярости Господа они не насытятся ими душ не насытят душ своих и не наполнят утроп своих ибо оно было поводом к беззаконию их а дальше мы с мамой читаем 22 стихе я отвращу от них лицо мое и осквернят сокровенное мое и придут туда грабители вот они уже приходили и они еще хотят повторить 7 октября потому что многие говорят это еще не все это еще не конец мы еще двинемся и хизбалансы с ливанской границы и у них есть огромное 100-100 тысячное войско которое называется Радуан они собираются сделать то же самое они хотят войти и оккупировать север Израиля вот такие планы имеет и ливанская хизбалла здесь мы с вами видим что Господь говорит 23 стихе сделай цепь это он говорит Иезекиилю ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями и город полон насилий и я приведу Господь говорит злейших из народов и завладеет домами их и положу конец надменности сильных и будут осквернены святыни их посмотрите какие слова мы встречаем здесь в конце этой главы идет пагуба идет пагуба будут искать мира и не найдут беда пойдет за бедою и весть за вестью и будут просить у пророка видения и не станет учения у священника и совета у старцев царь будет сетовать князь облечется в ужас и у народа земли будут дрожать руки поступлю с ними по путям их и по судам их буду судить их и узнает что я Яхва слава Господу здесь мы видим действительно как Господь предупреждает как Господь сегодня предупреждает Израиль как Господь должен как люди должны услышать эти слова что действительно меч уже наточен он блестит как молния и это действительно меч в руках кого самого Господа потому что он часто использовал и использует врагов Израиля для того чтобы нанести удары по этой стране по тем которые сегодня не хотят уже сотнями лет тысячами лет они не хотят услышать кто является их мессией они не хотят узнать своего спасителя они они повержены в атеизм они сегодня повержены выдало поклонство они будут лучше поклоняться могилам так называемых рабов и будут ездить куда угодно за тысячи километров на Украину чтобы поклониться этим этим рабам то сегодня мы видим это беда каббализм страшное лжеучение все искажение извращение слова Божьего это все что сегодня происходит в Израиле их поклонство просто процветает во всех видах мы видим сегодня что происходит с ЛГБТ мы видим сегодня парады гордости которые были вот до этого седьмого октября мы видим что это не просто так господь долго молчит долго терпит долго как бы как будто бы никак не вмешивается но мы видим что он действующий Бог и мы это сейчас увидели посмотрите что мы сейчас с вами еще увидим через слово Божие кроме седьмой главы мы с вами сейчас обратимся в двенадцатой главе двенадцатая глава со стиха семнадцатого мы прочитаем и было ко мне слово господне сын человеческий хлеб твой и ешь трепетом и воду твою пей с дрожанием и печалью это он говорит пророку языкиилю да о том времени о шестом веке о том что случилось с Израилем когда напал на выходоносор и вот он говорит чтобы он отождествился с народом которому придется пережить страшные времена и дальше он говорит и скажи народу земли так говорит Яхве Бог о жителях Иерусалима о земле Израилевой они хлеб свой будут есть с печалью и воду свою будут пить в унынии потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней и будут разорены населенные города слышите вот они сегодня разоряются весь север сто тысяч беженцев бежало оттуда с севера на юг на самую крайнюю точку юга города Эйлад маленький городок туристический городок и сегодня он этот городок обстреливается помощниками Хизбаллы которые стреляют с Йемена представляете это за тысячи километров из рана они пускают свои баллистические ракеты так называемых Куситы и мы с вами видим что эти ракеты летят конечно Израиль пытается отразить эти атаки этих ракет но когда-то они долетают и до места самого города и посмотрите здесь говорится и что еще мы с вами читаем и будут разорены населенные города и земля сделается пустою и узнайте что я Яхве и было ко мне слово Господне сын человеческий что за поговорка у вас в земле Израиль много дней пройдет и всякое пророческое видение исчезнет вот что бы хотел сатана дьявол чтобы это слово не доходило до людей пророческое слово что всякое видение что все что Господь даровал через пророков не дошло до будущих поколений и тем более до сегодняшнего спросите у кого-то из израильтян знают ли они это пророчество знают ли они своего пророка Ихискеля но не их пророк потому что они не хотят знать истины Божией посмотрите здесь дальше говорится что говорит Бог в отношении к таким поговоркам он говорит посему скажи им так говорит Господь Бог уничтожи эту поговорку и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля но скажи им близки дни исполнения всякого видения пророческого видите Господь ясно указывает что он не просто так давал эти пророчества эти откровения но что они будут использованы и действительно время приближает уже приблизил Израиль к этому моменту и здесь мы с вами видим 24 стих ибо уже не останется в туне никакое видение пророческое и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилева ибо я Яхве я говорю и слово которое я говорю исполнится и не будет отложено в ваши дни мятежный дом я изрек свое слово исполни его говорит Яхве Бог и было ко мне слово Господне сын человеческий вот дом Израилев говорит пророческое видение которое видел он сбудется после многих дней теперь уже после многих и он пророчествует об одоленных временах поэтому скажи ему так говорит Господь Бог ни одно из слов моих уже не будет отсрочено но слово которое я скажу сбудется говорит Господь Бог и так мы с вами увидели как Господь действительно участвует в этой духовной битве что действительно Господь который не зло желает своему народу горе и бед и несчастье и зла чтобы у нас не было такого представления что Господь действительно такой злой Бог что он хочет уничтожить свой народ нет Господь продолжает свой народ наказывать судить и испытывать для того чтобы народ в конце концов услышал его голос и покаялся в своих грехах которые он так много совершает в своей жизни дальше мы с вами видим 13 главе вот она 13 глава что еще здесь Господь говорит тем кто сегодня называет себя в Израиле пророками сегодня есть и такого рода люди я думаю те пророки которые находятся среди религиозных людей возможно есть какие-то еще пророки которые находятся среди оккультистов потому что мы знаем сегодня что много оккультизма и каббализма в Израиле и мы знаем что сегодня есть вот такой каббалист ведущий как Лайтман если вы слышали такого так вот он тоже говорит такие казалось бы умные слова таким спокойным уверенным тоном о том что происходит а сам он не верит в живого Бога он не знает его он является страшным уже учителем который сегодня наводит тоже то есть сегодня он наводит на людей заблуждение он наводит людей страшное состояние духовное посмотрите что здесь Господь говорит 13 глава и было ко мне слово Господне сын человеческий из реки пророчества на пророков израилевых пророчествующих и скажи пророкам от собственного сердца слушайте слово Господне так говорит Господь Бог горе безумным пророкам которые вводятся своим духом и ничего не видели пророки твои Израиль как лисицы в развалинах в проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева чтобы твердо стоять в сражении в день Господа они видят пустое и предвещают ложь говоря Господь сказал а Господь не посылал их и обнадеживают что слово сбудется не пустое ли видение видели ли вы и не лживое ли предвещание изрекаете говоря Господь сказал а я не говорил посему так говорит Яхве Бог так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь зато вот я на вас говорит Господь здесь он говорит о своей руке он говорит а Ишуа Машихе он рука Божья он Элоим Савагон то есть Бог воинств он сегодня судья живых и мертвых ему дана власть над небом и землею и власть над Израилем ему и все в нем от него через него и все для славы его поэтому мы с вами понимаем что он рука рука Божья рука Отца Небесного и действительно он он говорит здесь увидите и будет рука моя против девятый стих против этих пророков видящих пустое и предвещающих ложь в совете народа моего они не будут и в список дома Израилева они не впишутся и в земли Израилева они не войдут и узнаете что я Яхве за то что они вводят народ мой в заблуждение говоря мир тогда как нет мира и когда он и когда он строит стену они обмазывают ее грязью скажи обмазывающим стену грязью что она упадет пойдет проливной дождь и вы и вы каменные градины падете и бурный ветер разорвет ее и вот падет стена тогда не скажет ли вам где та обмазка которую вы обмазывали посему так говорит господь бог я пущу бурный ветер во гневе моем и пойдет проливной дождь и в ярости моей и камни града в негодовании моем для истребления и разрушу стену которую вы обмазывали грязью и повергну ее на землю откроется основание ее и падет а вы вместе с нею погибнете и узнаете что я Яхве и стащу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью и скажу вам нет стены и нет обмазывающих ее пророков израилевых которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира тогда как нет мира говорит господь бог вы видите какое сильнейшее обличающее слово мы с вами слышим от нашего господа которое обращено сегодня ко всем слоям населения израиля ко всем тем кто не может сегодня отличить левые руки от правой сегодня те которые сегодня действительно говорят и обманывают и всякие анархисты левые и правые они сегодня выходят на демонстрации они перекрывают сегодня дороги израиля что только они делают они жгут костры они не дают проехать машинам они просто вредители которые сегодня во время войны делают вот такие страшные вещи и хотят еще больше раскачать эту лодку израиля посмотрите здесь еще есть такое обращение которое обращено к оккультистам колдунам экстрасенсам астрологам тарологи есть сегодня такое выражение карты таро знаки зодиака это сегодня мы все встречаем в израильском на израильском канале мы видим сегодня чему поклоняется смотрите израиль здесь говорится ты же сын человеческий 17 стих ты же сын человеческий обрати лицо твое к дочерям народа твоего пророчествующим от собственного своего сердца и из реки на них пророчества и скажи так говорит господь бог горе сшивающим чародейные мешочки подмышки и делающим покрывало для головы и всякого роста чтобы уловлять души уловляя души народа моего вы спасете ваши души и бесславите меня перед народом моим за горсть и ячменяя за куски хлеба умерщвляя души которые не должны умереть и оставляя жизнь душам которые не должны жить обманывая народ который слушает ложь посему так говорит яхве бог вот я на ваши чародейные мешочки которым вы уловляете души чтобы они прилетели и вырву их из под ваших мышц ваших и пущу на свободу души которые вы уловляете чтобы прилетали к вам и раздеру покрывало ваше и избавлю народ мой от рук ваших и не будет уже в ваших руках добычу и узнаете что я яхве за то что вы ложью опечаливаете сердце праведника который я не хотел опечаливать и поддерживаете руки руки беззаконника чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей за это уже не будет иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать и я избавлю народ мой от рук ваших и узнайте что я яхве итак мы с вами теперь смотрим еще на двадцать вторую главу двадцать вторая глава видите сколько откровений касается народа израиля а вместе с этим в лице народа израиля ко всему миру ко всем миллиардам идол поклонников разных религий сегодня бог обращается ко всем атеистам ко всем вредителям ко всем диверсантам духовным и вот мы с вами читаем двадцать второй двадцать второй главе такие слова здесь господь говорит нам и было ко мне слово господне и ты сын человеческий хочешь ли судить судить город кровей выскажи ему все мерзости его здесь речь идет о каком городе конечно иерусалиме это город кровей здесь напрасно господь так называет этот город это город великого царя как мы знаем это город действительно где где будет стоять царств духовных храм храм которым будет выседать наш господь в тысячелетнем царстве но в это время и сегодня мы знаем что это город который называется городом кровей здесь говорится и скажи так говорит господь бог о город проливающий кровь среди себя чтобы наступила время твое и делающие у себя идолов чтобы осквернять себя представляете себе там большая часть религиозных живет в этом городе иерусалиме и действительно они самые настоящие идолопоклонники и здесь дальше говорится кровью которую ты пролил ты сделал себя виновным и идолами каких ты наделал ты осквернил себя и приблизил дни твои достиг годины твоей за это отдам тебя на посмеяние народом на поругание всем всем землям близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою осквернившим имя твое прославившееся буйством вот что он говорит о народе израиля представляете что сегодня израиль сделался посмешищем среди народов мира мы видим какие оскорбления какие оскорбления идут в адрес народа израиля его руководство вот президент эрдоган обратился к нетанияу премьер-министру израиля сказал когда уже тебя заберет аллах вот он ждет смерти руководителя кто сегодня из руководителя государства обращается к другому с такими словами это же ужас слышать и дальше мы видим что происходит еще шестой стих вот начальству израиля каждый по мере сил своих были у тебя чтобы проливать кровь то сегодня есть такие начальствующие в израиле которые на самом деле действует не профессионально сегодня есть то что сегодня случилось 7 октября когда они оставили базы военные базы были захвачены когда там убивали на месте вот этих бедных наблюдательниц которые наблюдали за тем что творится на той стороне пограничного забора их таскали за космы и их убивали насиловали а потом обливали кислотой кислотой и сжигали чтобы было непонятно кто это мужчина или женщина вот то что делали эти террористы и дальше мы читаем у тебя отца и мать злословят то что происходит в сегодняшнем израиле сегодня очень много буйства именно у молодого поколения много криминалов даже сегодня у школьников которые сегодня тоже тоже воинственные и тоже не знают куда пустить свою энергию и здесь мы видим видите мать отца злословят пришельцы делают обиду среди тебя сироту и вдову притесняют святынь моих ты не уважаешь субботы мои нарушаешь потому что это не субботы библейский божий который бог заповедовал народ израиля сегодня это уже давно забыто и здесь также говорится клеветники находятся у тебя чтобы проливать кровь а на горах едят у тебя жертвенные среди тебя производят гнусность на готу отца открывают у тебя жену во время очищения нечистот насилуют у тебя иной делает мерзость женой ближнего своего иной оскверняет сноху свою иной насилует сестру дочь отца свою и таких действительно это это на самом деле сегодня происходит и много подобного педофильство сегодня происходит мы видим что израиль напоминает сегодня одну из самых страшных языческих стран и здесь мы с вами видим взятки берут у тебя 12 стих чтобы проливать кровь ты берешь рост и лихву и насилием вымогаешь скоростью ближнего твоего а меня забыл говорит господь бог вы видите взятки сегодня понятно сегодня коррупция идет на всех уровнях самого самой головы которая гниет там они все в основном миллионеры которые называются хаверим кнесета но они не друзья и не слуги народа сегодня многие из них служат самому себе чтобы зарабатывать как минимум пятьдесят тысяч шекелей только за один месяц не говоря о своих других бизнесах которые они имеют и вот мы с вами видим что какой толк от них и многие из них сегодня являются членами лгбт и это не скрывается представляете себе вот эти законы которые последнее время вышли вот этом гендере я не хочу повторять все эти слова все это мерзость это то что сегодня спокойно делается в Израиле и вот посмотрите что 13 стих говорит и вот я всплеснул руками моими господь говорит он всплеснул руками о корость ты любит твою корость какое обнаруживается у тебя я кровопролитие которое совершается среди тебя устоит ли сердце твое будут ли тверды руки твои в дни которые я буду действовать против тебя я господь сказал и сделаю я рассею тебя по народам развеете по землям и положу конец мерзостям твоим среди тебя и сделаешь сам себя презренным перед глазами народов и узнай что я господь и вот мы с вами видим еще 33 глава мы сейчас уже подходим к завершению этой проповеди и мы с вами сейчас еще что-то очень важно услышим что говорит господь 33 главе книги ибо землю на виду меч и народ той земли возьмет и среди себя человека и поставит его у себя стражем и он увидев медь идущий на землю затрубит в трубу и предостережет народ и если кто будет слушать голос трубы но не остережет себя то когда меч придет и захватит его кровь его будет на его голове голос трубы он слышал но не остерег себя кровь его на нем будет а кто остерегся тот спас жизнь свою если страж тот видел идущий меч и не затрубил трубу и народ не был предостережен то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь сей схвачен будет за грех свой но кровь его взыщу от руки стража и так мы с вами видим почему я взял этот отрывок это откровение очень важно потому что сегодня в Израиле почти нет кого бы искал Господь и который бы стал в проломе кто мог бы действительно а кого захотели бы услышать люди когда действительно надвигался этот меч который 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 начал родить всех 7 октября и когда сегодня помимо вот этих фронтов с юга и севера существует еще самареи с иудеи где живет так называемый палестинский народ который сегодня посылает новых и новых террористов одиночек чтобы проливать кровь на дорогах Израиля еще и такая страшная такой страшный конец для многих людей ждет они даже не знают потому что они приходят в города центра страны и там убивают и стреляют десятками людей иногда погибают в этих терактах вот что сегодня происходит дорогие друзья поэтому мы с вами видим что сегодня Израиль нуждается в стражах в стражах тех которые действительно понимают по-настоящему и верят в живого Бога которые действительно должны предостерегать но к сожалению сегодня таковых почти нету поэтому дорогие друзья что можно сказать здесь он говорит 7 стихе 33 главы и тебя сын человеческий я поставил стражу дому Израилеву и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня когда я скажу беззаконнику беззаконник ты смерти умрешь а ты не будешь ничего говорить чтобы предостеречь беззаконника от пути его то беззаконник тот умрет за грехи свои но кровь его взыщу от руки твоей а если же ты остерегал беззаконника от пути его чтобы он обратился от него но он от пути своего не обратился то он умирает за грех свой а ты спас душу твою и так мы с вами увидели буквально евангельскую весть спасения которая сегодня касается всей церкви сегодня люди никто не хочет идти предостерегать этот злой мир который развращенный строптиво умирающий погибающий и сегодня мало тех кто сегодня идут служить благовестниками сегодня мало тех кто сегодня хочет открыть рот для того чтобы предупредить тех кто может быть еще захочет услышать и открыть свое сердце и покаяться поэтому дорогие друзья я думаю что эзекииль и в этом смысле славный пророк которому дух святой даровал вот эту евангельскую вещь которую мы только начинаем слушать в новом завете но мы видим с вами что в танахе вот есть такой славный пророк через которого дух святой сегодня говорит и имеющий уши когда слышит что говорит дух святой а дух святой говорит не только церкви сегодня он говорит всему человечеству потому что он послан обличать грехи человек человеческие и он сам же сокрушает эти лукавые испорченные сердца и дарует правый дух и новое сердце и так мы завершим сейчас это славные пророческие откровения тем что мы с вами читаем 36 главе 36 главе мы с вами прочитаем 16 стиха и было ко мне слово господня сын человеческий когда дом израилев жил на земле своей он осквернял ее поведением своим и делами своими путь а их перед лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее и я излил на них гнев мой за кровь которую они проливали на этой земле и за то что они оскверняли ее идолами своими и я рассеял их по народам и они развеяны по землям я судил их по путям их и по делам их и пришли они к народам куда пошли и обесславили святое имя мое потому что они говорят они народ господа и вышли из земли его я пожалел и пожалел я святое имя мое которое обесславил дом израилев у народов куда пришел поэтому скажи дом израилев вот так говорит господь бог не для вас я сделаю это дом израилев а ради святого имени моего которое вы обесславили у народов куда пришли и освящу великое имя мое бесславимое у народов среди которых вы обесславили его и узнают народы что я яхве говорит господь бог когда явлю на вас святость мою перед глазами их велико и возьму и воинской и не знаю и от всех скверных и от всех идоли и очище И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю вас то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я отдал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие вашей, за мерзости вашей. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог. Да будет вам известно, краснете и стыдитесь путей ваших дом Израилев. Так говорит Яхве Бог в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, Быв пустыней в глазах всякого мимоходящего. Тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, Я сказал и сделал. Так говорит Господь Бог, вот еще, и в том явлю милость мою дом Израилеву, и умножу их людьми, как стадо, как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме, во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города, и узнают Яхве. Слава Господу! Слава нашему Духу Святому, что Он сейчас провел нас по этим славным откровениям пророчеств Иссыки Илья. Мы с вами увидели сегодня, что происходит, и нам Господь дает надежду, что Господь, несмотря на все беззакония и грехи, за все злодеяния, как говорит Господь, злодеи и злодействуют злодейски. Но это злодеяние прекратят делать народ Израильным. И мы ждем и верим и надеемся, что та теснота, та осада, то страшное состояние, в котором сегодня находится Израиль, то Господь не оставит. Мы верим, что победа близка, и что победа будет на стороне Господа, что кажется, сегодня многим из нас, что Израиль находится на краю погибели, но Господь, как мы знаем из Слова Божьего, что Он приходит, Он никогда не опаздывает. У Него на все есть свой час и свое время, поэтому у нас вся надежда на Него, на нашего Бога Израилева, Бога Абрама Исаака Якова. Аминь. Давайте помолимся и вас благодарим, Господа, за это служение. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя за то, что сейчас услышали Твой голос. Голос предупреждающий, голос любящий, голос скорбящего Отца. Голос, который Господь хочет спасать, спасти Свой народ от всего того, в чем Он уже пребывает тысячи лет. Господи, помоги, пожалуйста, Господи, мы продолжаем надеяться на Тебя, мы верим в Тебя, мы любим Тебя и доверяем Тебе, Господь, всю нашу жизнь. И мы знаем, что Ты никогда не подводишь, Ты всегда верный. Мы часто не верны, но Ты верен всегда. Мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя и просим, Господь, спасай, спасай сегодняшнюю Украину. Спасай, Господь, тот народ, который в центре Европы сегодня терпит тяжелые поражения на фронтах, Господь. И сегодня мы видим, что происходит с инфраструктурой Украины, что сегодня там уже исчезает свет во всех городах. Господи, он бомбит этот страшный антихрист, города, мирные жилые дома, он убивает детей, он крадет детей, украинский Господь. Мы видим, сколько горя принес он за два года и этому народу. Господи, Ты видишь, что все эти звери, все эти антихристы сегодня современные, начиная от путинского антихриста и кончая иранским антихристом, и северокорейским, и китайским, все они стремятся к одному. Они стремятся к поражению сегодня и к началу большой войны, которая принесет окончательную погибель этому человечеству. Поэтому, Господи, да будет на все Твоя воля. Мы не знаем, когда будет конец этому веку, этому развращенному погибающему человечеству придет конец. Потому что конец, как мы прочитали в 7 главе, придет не только для Израиля и сегодня приходит, но мы знаем, что может прийти такой конец, который приведет все человечество в страшной трагедии. Господи, услышь нас, Господи, прими нас, благослови сейчас окончание нашего служения, да будет все по воле Твоей, во славу Твою, Бога Отец и Божий Дух Святый. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»